На сегодняшний день у нас вложилось такое мнение, что настоящая аудитория показывает на то, что наши отношения с друг другом складываются на то, как мы воспитаны. Как мы воспитаны? Мы очень похвалимся, поставляем те моменты наших исторических побед, что мы уникали. Народ строительный, гостеприимный. Но вопрос такое, что надо честно признаться, что мы очень сильно отстаем от другого мира, который восточная культура. У них традиционное взаимоотношение, традиционное удовольствие и навык стремления получения всего нового не мешало тому, что появилось веками. То есть пацанами традиции наполняются еще знаниями, получения знаний. У них хорошо получается. Они очень хорошо берут в себе новшество, работают над собой, работают над своим мозгом для того, чтобы получить информацию. У нас тоже есть тенденция к тому, что мы хотели получить, но не получается. У нас тоже есть проекты. Хотя мы говорим об этом на государственном уровне, первое лицо наше. Уважаемые президенты наше предложение. Этот год назвал тем, что мы даже развиваемся. То есть вот такая, мы даем научный потенциал, подготовка к адресу. Ну как подготовить к адресу, если у него нет тунамена? Кому что стремление? Хочет человек одним хотением, желанием не достигнуть того уровня, чтобы достичь тех высот, которые достигают другие страны. Вот это отношение в этом зале. Я не винию тех, которые пришли и тебя слушают. Но вы должны знать, что вот это воспитание лежит на основе вот этого слайда. Получается так, что получить те знания, которые достигнуты миром, для нас очень трудновато. Может мы осознаем, мы получили, как будто вы подняли. Подняли вот сейчас, но через неделю, когда кончится курс, вы подойдете к больным или сегодня подойдете к больным, он работает в пункте. Променение его уплажняет. Уплажняется теми или иным факторами. Не зависит от человека, от врача. Но нет, через той технологии или нет того случая, или что-то помешало. Кто-то позвонил, кто-то не так, молоденький и что-то. И мы забыли о том, что нужно было сделать. Раз забыли, раз забыли, и все, стернул с памятью. Если стернул с памятью, значит, та цель, которая даже работает в головном мозге, нейрональная цель, не работает, не передает. Мы говорим одно и то же, говорим одно и то же. Сегодня тоже у вас есть музыка, у нас в онлайн-режиме. Кто-то послушал, что-то у нас есть. Кто-то послушал. 22 года проходит одно и то же, одно и то же. Бум-бум. Никакого сдвига. Почему? Потому что это заложено в самом начале. Это заложено тем, что мы потеряли экспериментство. Когда потеряли? Мы потеряли тогда, когда мы начали уничтожать тех людей, которые носили мауку. Это с потом веком. История не умалчивает. История имеются не только книги, но имеются и фильмы. Когда мы даже таких знаменитых людей, как Абвалий Грисовым изгнали. Как в Астробале умер наш Лишановый изгнали. Как знаменитого полководца и представителя философа Бабура Риндию отдали. И там агличане истребили, и как-то добили Бабура Риндио. И дальше пошло и поехало. Потом коммерческая партия свою делала. Она желала лучшего. Свои плюсы есть. Но и свои плюсы есть. То есть, эти моменты, которые должны были передавать. Знания. Как воспитывать детей наши. Как давать. И что на лжи дети делают. Не секрет. Сейчас едят шесть лет, имеют своих детей. И всегда они стремятся для того, чтобы они жили лучше нас. А чтобы жить лучше нас, они должны быть развитые. Не только физически. Я понимаю, если бы вы жили в пещерах. И в пещере надо было выжить. Не знаю, вот какое время настигнуть. Вот этот золотой миллиард, наверное, там и будет. И наше знание, которое мы должны получать с детства, наше воспитание, которое наши родители дали, дает возможность, чтобы мы кто-то больше, кто-то меньше будем получать информацию и сохранять в себе это знание. Это код. Код ДНК. Который должен быть. Не у всех есть это. У кого-то есть больше, у кого-то есть меньше. Но она есть у кого-то. Но полностью, чтобы не было такого лет, чтобы человек должен питаться нормально, руки мои, зубы чистить. Это сохранится. Но у кого-то больше разница. У кого это? Это на одном поколении. Нам нужно собраться. И дальше таким цепям и таким нюансам, что надо воспитаться своим. Надо давать все знания, всесторонние знания для того, чтобы наши дети, вот этот код сохранения памяти, они кипертрофировали. Чтобы они знали, что те знания, которые они получают, не улетучатся. А для этого должны быть не только знания, но и условия для того, чтобы эти специалисты работали и свои знания применяли в практике. И в практическом плане, если мы будем сочетать свои знания, полученные от учителей, от учебы, от чтения книг, от увиденного, надо применять практику. И это способствует тому, что наши знания будут подкрепляться. И будут выходить идеи. И мы будем говорить, а если мы сделаем по-другому? А если мы применим сочетание с другими элементами, те полученные знания с другим корпоративом, другого специалиста, если возьмем, вместе будем работать, коллегиальности, тогда будут развиваться. И надо, наверное, нам развивать ту навыки, которых у нас нет, скушать других, с терпением. И услышать, не критиковать, а надо подумать, а что в зерне, что в основе лежит, что взять у него, какая польза есть от этого. Кто-то говорит, что в этом случае лучше кетмерить, а кто-то скажет, что давайте лопатку. Лопатка какая там? Сорковая или штыковая? И все равно услышанное должно сохраниться. Чтобы сохраниться, вот эта коллегиальность должна работать и создавать что-то. Только что мы разговаривали с ребятами, у нас спор был все. Не спор, а… Вопрос притимает. Больным, нейрохирургическим больным, должны оказывать спор в свое время. Ну, там, больной с переломом позвоночника, он под строительным материалом остался, появилась стена. Все равно появилась, и там переломано несколько позвонков, создали спинного мозга. Оказание медицинской помощи должно быть очень быстро. Не только медицинской помощью, но и специализированной помощью, должна быть через 60 часов. Вот больше меня знаете, лучше меня знаете, что нервная система не такая вот терпеливая, с голодами кислородами. И раскрываются те моменты, когда мы обсуждаем, что… Сказную помощь мы можем оказать только вот… До сих пор, 20 лет мы стараемся, до сих пор только в городе Ташкенте, и только у нас. То, что сделано было лет 9-10 назад приобретение наукой, и обучение всех специалистов. Оно не работает. Забыли. И нет специалистов, и нет оборотов. Сейчас открываются межрайонные центры, где и невропатологи будут работать, при Нерехе Уррун по экстренной службе. Межрайон 36 или 37 в межрайонных центрах. И эти центры должны оказывать первичную специализированную помощь. Туда Нерехе Уррун ввели. В штаб открытый. В пост. И в этом посте работают специалисты. А этот специалист спустим руками, молоточем и отличится от невропатолога, который рядом с ним стоит. Или дальше хуже. Хоть невропатолог невролог будет знаний, хорошо. А это Нерехе Уррун хирурги может быть? В своем Нерехе Уррун. А он не может оперировать. А как оперировать? Что оперировать? Те оборудование, которое закупает сейчас государством, должны работать. А чтобы работать, должны быть специалисты опять. Откуда это специалисты? Где Лавран? Проблема? Если сломается, где инженеры? Где медсестра, которые вовремя окажут помощь, применяют отсос, который рядом стоит, и профессионируют трактно-блиокральное дерево, умеют ли медсестра подойти к этому больному? Или сложно ли поставить в медпад котлетом женщин мочевой? Вообще-то девушка может быть всегда сможет ли поставить котлетом? И все время вот эти вопросы, которые возникают у нас по неполноценному оказанию помощи больным, упирают на то, что мы кадров не можем готовить на том уровне, в котором должно быть. интересы к получению навыков и знаний индивидуально нету. Каждый стремится сам. Каким он должен стать? министром говорит, что бренд создать. А что бренд создать? Надо стремление и навыки, знания и навыки. Оказание помощи больным специализированным, у нас не будет таких брендов. Чтобы это не продолжалось, мы должны воспитывать не только себя, но и своих детей. Здесь молодые и взрослые люди. И молодым такой совет, что создать свой бренд, пока ребенок растет, или еще не женат, и планирует. Таким надо стать, чтобы головами своего ребенка подтянуть. Твой ребенок, смотря на врача, мечтал стать врачом. Для этого нужно, чтобы ему было комфортно, чтобы он обучался. Если видеть, родители мучаются, нет бренда. Никто не ломает его дом и просит врач, педиатр, или нервопатолог, или кожгенеролог, или подает, тот скажет, что у него течение при артификации должен дать, хотя бы спросить, какого цвета Алла или тем подки стоматолога. стоматолога. вот этот навык, который мы получали в институте в тестовом режиме, дал сбой, в моем мнении. Тестовое занятие, выучивание тестов приводит к тому, что в нашу мозгу логическое мышление, ущемляясь, логическое мышление, которое должен сопоставлять различные факты и свои знания, приводит к тому, что мы устанавливаем гардер, выбираем тактику терапии и лечить. Оперативным доступом в последующем как будет есть. Если нет логического помысления, выучивание тестов не поможет оказать нормальную помощь. Вот здесь посмотрите на слайд. Хотите такой слайд? нейрона отхомпторного лидрита вакциона в окно, который связан друг с другом и этот комплекс работает. Я всегда привожу пример того, что тот человек, который работает над собой, вы любите читать книгу, хорошую книгу, не оторваться. Бывали книги, когда за один день роман прочитывали. Днем и ночью даже маму, папу ругали, потихоньку фонариком и на лунном вечере зачитывали ее. Вы же забываете, что на туалет не спят? Вас не мучили позывы с мочистом стаяни. Мы врачи. Наши ребята оперируют нейрохирурги, хирурги, фарбатологи, кардиохирурги. Мы возьмем нейрохирург, который очень долго мы тоже оперируем. самая самая большая такая первая услуга была по клинике, начинали свою практику. 18 часов оперировали. Одну операцию 17 часов года. Не то, что нейрохирурги, а операционная сестра. Халат гнева, кричат гнева. Эффициенты были и продолжали дальше. 18 часов. И до сих пор восьми часа и шестнадцатого года никто не нуждается, ни у кого нет позыва к ночью. Нет такого желания сходить в туалет. Нет желания выпить лоток воды. Нет желания чтобы разголодался. и вечера все отдохнули надо поспать бегаешь каждые два часа. Думаешь не доработала простатин? Нет потому что почки работают. Будут те токсины которые накопились. первичные мочи образованы полностью всасывают. И нет вторичной мочи в тот момент когда ты оперировал. читали интересные романы у вас тоже не было чувства голода чувства что надо своей туалеткой даже если вы спорите надо быстро быстро выбрать где обзор прочли или под физиологию или физиологию давали на опрос который читали книги вы обзор прочли и зад подумали что я прочел? что говорит? мне мысли не туда пушат и вы возвращаетесь не понимаете что происходит почему потому что у вас не хватает тех знаний которые должны были до этого получать например если у вас все в школу ходили и пропускали алгебру или геометрию и пропуская этот момент мы не могли на другую занятие и продолжать это не сказки были мы вынуждены были обратно дочитывать то что мы пропустили точно так же мы делим анатомию пропустил биологию пропустил вы не поймете что такое под анатомию не зная под анатомию вы пропедевтику проходите пропедевтику пропустили вы станете холлиницистом и черта не получится потому что те моменты знания которые получили первый ряд который получил должен передавать назад первый ряд я своим ребятам пример привожу всем любимым которые считаются для входит в мечеть и читают намазы вперед пропускают живут впереди два три ряда стоят прямые дай бог чтобы они стояли а сзади молодежи а как освобождается первый ряд кто-то наступил вперед или ушел она заполняется стоящим молодым точно так же для нейроны выступают в первый ряд ежедневно мы теряем ежедневно сто тысяч нейронов погибают это нормальный апоптос который должен предоставить сто тысяч нейронов примерно в среднем погибаем и мы получаем это во время своих анализов влипы в виде клеток белков и других включений а вместо него выходит в план молодой генерал на следующий дня он тоже убьет еще молодым генералом через три дня он тоже убьет но в это время он за день вы должны задавать вопрос утром встали чем вы встали вы должны сказать чем я иду на учебу и на работу что я получу и обратно когда вы вернете домой вы должны сказать чем я пришел какой у меня багаж тот нейрон который погиб должен передавать информацию и эта информация должна быть укреплена а как укрепляться а ну-ка вспомните пожалуйста те задания которые вам преподавали в первом классе а сейчас не с первого класса подготовительные школы есть даже детей в детском стадии нас тоже учили в детском стадии но у них не в таком темпе они обучаются они уже считают умеют умножать прибавлять обнимать делить буквы знают буквы знают а я в школу ходил по-моему в школе я учил а сейчас детей начинают готовить с детского сада чтобы нейроны были подготовлены если не подготовлены это ребенок если школу он же не успеет мы все своих детей внуков внучек или дочек и сыновей отдаем все детсады где есть подготовительные классы группы и требуем это мы хорошо подготовили с детского сада нейроны учился принимать информацию и сохранять он уже знает единицу черти двойку тройку идем доста считать отнимая и более слад идет в школу и укрепляет свои знания и мы теребим чтобы он узнал укрепляя это знание до заканчивания школы мы стремимся чтобы он успел вынести в вуз чтобы высшим образованием было ребенка и мы нанимаем репетитора кроме школы как в детском саду кроме воспитания воспитательница давала знания точно так же школьное образование укрепляется в обедительство нейроны обучились прекрасно мозг он сейчас все воспринимает ну мы правы да не просто так тесты выучить и отвечать на пятерок на баллы а еще и пятерок нет там 85 5 выше 85 а что пятибалльная система была трудная плохо нас готовили что ли мы сперва в уме он отвечает на четверку он отвечает на пятерку потом баллы превращаем пятерку на баллы еще пятерки имеют от двух лет до пяти лет как студент это нас отвлекает и дети которые подготовили мозгом в школу в детском саду в школу репетиции хорошим мозгом свои ресурсы теряют выучивание раздумывание без логического мышления тестов и нету логического мышления приходят врачами бум бум те спрошу на ответе больного подходит нету но ничего не знаю нету соединений нету того соединения которое должно быть логическим мышлением и не может передать им пусть другом и наступление только выучил следствие как это проходило но все должны работать мы говорили много раз здесь может быть повторение нейрональный комплекс который дает команду чтобы работали астатитарные клетки астатитарные клетки которые в середине кемотенциалитского барьера стоят соединяют нейроны и эндотелицитами эндотелицитами они закругляясь дают появлению микрососудов оттуда поступают кровь и для улучшения метаболизма вещества лекарства а в дальнейшем другим отросткам астатитов к эпителементу где идет обмен веществ в уровне ликулы и астатитов смотрите обратите внимание нейрон который дает импульсы дает астатитов команды что он должен питаться здесь астатитарный комплекс дает свои отростки капилляров эндотелицитов здесь открытые места остались вот она такая должна быть здесь только появляется еще ростом не достигла того уровня чтобы сосуд образовал то обратите внимание сердечная мышца работает с момента бронярного развития до смерти мышечных воздух и она все время работает развивает все сосуды и окраска красным бурого цвета темно-бурого цвета головной мозг тоже имеет сосуды обратите внимание плотность этих сосудов 4 раза больше чем плотность микрососудов сердца головной мозг плотность микрососудов 4 раза больше чем сердечная мышца но головной мозг белый желтого серого цвета А сердце – моего сердца, потому что сердечные микрососудки все раскрыты, и внутри сердечных микрокапилляров течет кровь. И она окрашивает мышцу в такой сердце, а в головном мозге считанные сосуды активизированы, остальные сосуды не активизированы. Когда же активизируют этот сосуд? Они эти сосуды активизируют тогда, когда гейерой получает новую информацию. Вам интересно эту книгу читать? Это не патанатормию. Вы взяли патанатормию и коснулся по темному. Вам не интересно было это читать? Вот роман, если вы взяли такой интересный, и вы не спите даже на одну дыхание, в расчете. А те учебные пособия, которые вам точно читают, у вас не подготовлены получать эту информацию. Если вы будете конфликтировать, заставляя себя, чтобы не засыпать, и если еще будете чертить его, как заставляли наши учителя рисовать, начиная с амбьюбы до клетчатого, субклеточного гетокондрии, рибосома, аппарат Горджи, помните? Помните? Вы запомнили? Потому что вы чертили, читали, и знаете, что делает рибосома, ДДНК сидит, как делится битоз идет. Помните? Потому что образовались, информация нейрон получил, сказал, я не знаю, мне нужно спросить, дает команду астроцитов. Нейрон, как это такое? Лентяй. Ну не лентяй, он получает только информацию, он получает информацию, дает команду. Астроцитов. И получая информацию, дает команду астроцитов, нейрон. На каждом нейроне 200 астроцитов. То есть, если нейроны, мы говорим, только 28 миллиардов, потом 37 миллиардов стало. То есть, эти нейроны все не работают. Рабочий нейрон, получая информацию, дает команду астроцитов, 200 раз больше астроцитов. Астроцитов своим ростом идут эндотелиоциты. Эндотелиоциты, которые располагаются в головном мозге, очень много. Они в ряд расположены. Эндотелиоциты – однослойные клетки. Эти клетки расположены как плен, как тарелки. У вас есть у всех тарелки, да? Вы же набор делаете? Всего легкой делаете? Тарелку на тарелку ставите? Больше тарелки, меньше тарелки. Так и все микрососуды расположены не в штопку, а в ряд. И когда в ряд стоящих эндотелиоцитов сзади подходит на каждого эндотелиоцита по отростку и астроцитов заставляет его закруглиться, и получает сосуд. Одна грядка завернулась, вторая грядка — это нейрон. А когда вот так держит, крупное сосуд соединение. Она укрепляется, больше кислорода, больше питания приходит. И вот так округляя все эндотелиоциты, получает, вот этот нейрон начинает получать питание. Но нейрон-то только прессовать умел метафондры. Он потом в последующем начал биохимию изучать. А в биохимии у нас описывается все химические процессы, которые происходят в этой метафондре. Укрепляется другая клетка. Из другой клетки тоже идет информация. Они соединяются. В общем, в последующем мы узнаем, что происходит в клетке, что происходит в ткани, что происходит в органе, что происходит организмом. И обобщая это, мы приходим к больному. И тогда у нас уже, как говорится, доминантные части головного мозга дают нам такую ментальность, характер, что мы больного тяжелого, бросая и не уйдем. Дает возможность вовремя диагностировать, вовремя оказать правильную помощь. Хотя бы не наш больной. Я стоматолог, идет кровотечение. Алая кровь – это геморрой, это прямая кишка. Нет, токсиобразовый стул – это выше. Где-то тонкий кишечник – желудок, желудок. Или гастронтеролог, или проктолог. У меня есть хороший проктолог, у меня есть хороший гастронтеролог. Ну, давай гетоскопию сделаем, там язву можешь кровить. А он как бы льнет, или ательгирует. У нас навыки будут хорошие. Если вы будете изучать свой предмет, отправлять в усаду. Еще не поздно, никому не поздно. Можно сесть, еще раз про места и вспомнить. У меня всегда, я говорю ребятам с вами. Наскутобники из старой гневрологии. Наскутобники из старой гневрологии. И каждый год… Один раз должен пролистать. Просто пролистать. И вот это повторение дает возможность к возбуждению тех нейронов, которые зацепали. Или передали информацию молодым, а взрослым погибли, а молодые, ну, знают, есть информация, но они не возбуждены были, не проснувшись. Ну, они информации были. А, вспомнил, все. Вы хотите выговорить какое-то слово, не можете выговорить, нету связи. Связь оборвался. Меропатологи часто возвращаются, больные, эмоциональные люди, которые имеют такую привычку. И миру должен был буддиться, вспомнил. Вспомнил не только одну фразу, вспомнил еще дальше, что произошло. Вот это пробуждение. Значит, надо повторять. Повторять, не стесняясь открывать обидельство, открывать потенциал, открывать все учебники, которые у вас есть. Самое лучшее – это посмотрите свои альбомы, которые вы рисовали, если это сохранилось. Посмотрите свои конспекты. Мы заставляем своих ребят, чтобы записывали, переписывали. А то есть у нас ксерос, ходя из электронного ряда. У меня дома компьютеры есть. У ксероса надо, чтобы в головном мозге было. Не в компьютере было, а в головном мозге. Чтобы логическое мысление в головном мозге было. Не в компьютере. Тогда нафиг нужен человек, если компьютер будет все это делать. Придет время, может быть. К этому и идет. Человек не вспомнит, на компьютер вспомнил и все, назначение собственного. И для этого необходимо писать. Все время писать. Пишите, вспоминайте, чертите. Вы скажете, а что писать? А что записывать? Записывать то, что он говорит? Это общеизвестное? Нет. Вы записываете. Вы не можете записывать из-за того, что у вас нет возможности расширения тех моментов, которые дают ударение. Если вы будете записывать. Вы записывали это с первого курса. Записывали лекции. Если вы продолжите этот момент, эти навыки, у вас будут идеи выходить. Идея. Такая-то. Хотя, может быть, это незначительная. Может быть, вы эту идею исчерпали. Но у вас возникла идея. И потом пойдете и будете узнавать. А, это такое-то уже сделано. А что? Как они сделали? В чумболе. Все видели тут интервью, комедию. Хороший момент. Богат сидит. Собака лежит. Нож ломался. А вот там уходит. Глупо к тебе. Он дошел до этого. Показывай, как богатый человек трое. Это коммунистическая партия. Он умный человек. Умный человек задает вопрос. Понимаешь, что за этим моментом это не уходимо. А этот голодранец, он голодранец. Его восхлавляет. Вот каким должен быть человек. Голодранцем, обманщиком. И до конца своей жизни остаться таким голодранцем. А не байом. Переспевающим. А его дураком показывают. Богатые люди в своей энергетической умове достигают тех уровней, которые не достигнут голодранцем. Нам нужны голодранцы. Нам, в обществу, нужны голодранцы. Их надо вообще, чтобы не было. А чтобы не было, надо учиться богачам. Чтобы задавать вопросы. Имнекен, имнекен. Имнекен дальше. Имнекен это дальше. Дальше что? Дальше хорошо или плохо? Дальше, оказывается, плохо. Значит, плохо не надо. Если дальше хорошо, надо идти дальше. А нейрон идет дальше. Нейрон идет дальше. Хотя он погибает. Хотя он погибает, но передает не одному нейрону следующему ряду. Несколько лет дальше. И тот, получающий информацию, сохраняет. Очень нужны структуры. Я не буду оставаться. Времени не буду тянуть. Это отдельная история. Все это нейроны, комплексы. Хочется вернуться к той тематике, к которой мы здесь сидим. Ребята, уважаемые миропатологи. Хочется в корпорации работать. Все время просим, чтобы вы вместе работали. Все приписались. Надеваются. Пойдем. Зачем зашли? Не знаю. Вызвали. 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 Выходите. Выходите. А мы все смотрим туда. Интересно, как вы ходите? Ну, сейчас вы выходите. И отвлекаетесь. Здесь пришли в такой момент, что вас не могли открыть. Понимаете, всем больных хватит. Нету такого индивидуального человека, который сто процентов здоровый. У кого-то свои болячки, индивидуальные болячки. Потому что мы себе пиаре породируем. А вот это надо спросить. И если мы будем в корпорации работать, у нас получится очень много. Мы столько лет просим, чтобы направляли больных. Вы направляете. Говорю пополам, получается, кто-то больше направит. Кто-то вообще не направляет. Кто-то находит больных, диагностирует и направляет. Потом получает обратно этого больного и продолжает лечить. Нейрохирурги, это хирурги, да, они устраняют, тем более центральную нервную систему, центральную нервную систему от механического здоровья. От тех агентов, которые токсически влияют. Устраняют те моменты, которые, ну, обычной химии, которая на значение лекарств той или иной лекарств не получается. Хоть если получится, вредный эффект, а дальше еще позже будет. Должен вмешательство. Ну, дай Бог, что достигнут такого уровня, когда в генном уровне мы будем рассчитывать те гены, уберем те гены, которые нам мешают, оставят те гены, которые будут долго жить и не дадут нам болеть, то это дело будущего. Тогда энергия исчезнет. Останется, наверное, в европатологическом древнем мире. А до этого мы должны сохранить свою нацию, свой народ, идентичность, чтобы дожить до этого времени на уровне тех государств, которые моментально надо поучить. Я не говорю, что мы такие, но мы не работали на своем доме. И сейчас хочется остановиться. То, что мы бороться в течение 20 лет, доказывая, что энергия хирургии имеет значение большое, наша администрация, администрация администерства здравоохранения, государственные лидеры это поняли и достигли такого уровня, что они помогли нам выделить энную количество финансовой поддержки, которую государство в последующем институте здравоохранения. Дало возможность размножиться отделению экстренной медицинской помощи, во-первых, и сейчас это нейрохирургия. Раньше нейрохирургия была только у нашего учителя Карилы Маратского-Младшевича, областная нейрохирургия была. Ещё 17-й городской больницей у Сады Косковского взошла в пеки, после чего она шла с поля зрения. Но люди те, которые сохранились, начали развивать горе пополам, потому что трудно. Хирургу что нужно? Хирургу. Обычным абдоминарным хирургам. Один письменный стол, который можно нахрестерильным, просто нахрестерильным, больной, спирт, скальпель, иглодерзатель, игла и нитка. Это всё. Больше ничего не будет. Хирург соберирует. А нейрохирург не сможет. Потому что нейрохирургия трудно развивалась. Наши хирургии брали. Хирургия, а там травматолог, онколог или другие специалисты. Которые требуются, кроме этих инструментов, которые мы перечислили, много других инструментов и оборудований. В наше время повезло нашим молодым, этих оборудований очень много. Те моменты, когда затруднялись наши учителя в очень трудном моменте. Не секрет же. И супербайль берём. Если разговариваем, хотя бы в состоянии сознательного уровня сознательного оглушения, давайте полечим. Что надо давать? Нейрохирург может разговаривать. Может рассосётся. Правильно? А когда загружится, глаза закатятся, ещё и закаление появится. Кома. Давайте вызываем нейрохирург. Больше нужно будет. А у нейрохирург не тот человек. Он тоже будет. Нет, всё. Когда умирающего больного давали нашим учителям, нейрохирург верит. Тот лоб нейрохирург может. Потому что после хирургии, как раз, больного вдохну. Опит. А что, при этом не произошло? Когда горьем опереют, горьем террористы. Ну, мы достигли довольны, когда нейрохирург уже отправляют в горьем. И щенец кинезу доводят до щеней. До лодного мозга. А можно было пораньше? Когда? А у вас переходящие нарушения по вращению, только больный. А кому вам биографию напоминают? Переходящие нарушения по вращению. Правильно? Карл. Давление снизили? Нормализовался. А не менее, в руках исчезла? Иди домой. Бери аспирин. Амбаз. Всё. Вот получаются люди. Берем дырами. Снизили давление. Нормализовался. А дальше что? Опять? Переходящие. Е. Берем дырами. А эти больные сами граждане сделают, можно уверен, в кое-какие измерения, которые необходимо верить к юридическим путем помочь. То есть, дополнительные сосуды пересадить. А в последнее время, давайте лечить и дальше получать обратно больного. Ваши лекарства будут хорошо действованы. Вы уже меня направляете. Головную больницу. Головную больницу. Нет причины, вы не можете найти. КМРТ сделали, КМРТ слабого есть. Ничего нету. Мигрент, мигрент. Лекарство не помогает. Вы аминографию сделали? Некоторые матформации на МРТ тоже не видно. Если хоть изменения не есть, то ничего страшного, может быть, поддерживаем. Может быть, другое что-то. Ну, а не матформация, кавердома. Надо же физкулы. Надо увидеть. А еще не надо. Есть подозрения у вас. Подозревайте. Не знаете. Дальше, что? Как же больного? Не надо доводить больного до того уровня, когда у него критические состояния. Критические состояния надо быстро действовать. И чтобы все эти оборудования должны быть устроены на одном месте. Как у нас? Даже у нас этот коридор мешает. Сделайте только в здании. Вот так зашел, дальше пошел в здание. Даже вот этот коридор мешает. Потому что далеко до резервации, далеко до операционной. Даже здесь. А у вас же нервоподобные трубы такие. У вас же нет даже вот берега. Вообще идет время такое. Кардиологию, обычную кардиологию, обычную нервологическую отделение, если нет там инвазивные методные исследования, типа МСКТ анинграфия, МСКТ анинграфия, анинграфическую установку. Надо закрывать эту дверь. Зря мы обманываем людей. Доводим. ЭКГ нормальный, но ничего не надо. Да, давайте подлечим. Давайте не о том, не о том там, кое-какие лекарства, которые есть, дорогие дорогие. Будем лечить, лечить аптеку. Почему? Потому что мы держим этих терапевтических консервативных отделений для того, чтобы кормились фармацевтами. Они аптеку открыли, и мы же беднее. Мы же ставим вот этот пацанок, который делал транс. Мы же сами себя уничтожаем и убиваем. ЭКГ возникнет тогда, когда инфаркт. Мышцы. Мышцы уже микротизировались. Все. Тогда, когда у вас видите, а если пойдем вот так, теперь надо анинграфическа отправить. А что анинграфическа? Там он откроет сосуд. Ну, микроз мышцы уже произошло. Его обратно мышцу туда не пересядешь. Лизм появится. Эмбл появится. Тромблем болей мозговых, или есть канонал, или только кишечник произойдет. Невропатологи. Мы вместе работаем, доводим до инфаркта. Даже сюда поступают больные. Кишечник не инфаркта. Делаются компьютер-томографии. Есть клиника, гемосимптоматика. Грубая. Видно это. На КТ нету очага. Служит неврологическое телевидение. А чего не вызвал анинграфистов? Анинграфистов не отправил. Чего нам сокретареграфию не сделали? Сколько времени было? А четыре часа в случае. Двадцать-то времени было. Может успеем? Трубные экстракции сделали? Не такая зона не инсультов, типа ДЭНС на следующий день увидели бы. А маленькую зону. Не успел бы. А он мог бы увеличить такого количества. Доля бы осталась живая. Получался в лакунарные экстракции. Вот эти моменты. Мы будем останавливаться. Я буду рад, если вы послушаете это. И запишите. И передадите. Если вы старшие нейроны. Знаете, старшие нейроны. Которые не смогли прийти. Или отправили вас на учебу. И они работают вместе с вас. Давайте коротко ознакомим видеофильм. Это старая лекция. Может пролистать. Нейрональный комплекс. Стена, все это. Я знаю. Поставьте, пожалуйста. Сядьте там. Вы тоже, сядьте там. Если вы вдруг помогаете. У нас маленький ролик сделали. Специально. Буквально вчера это сделали. Для того, чтобы вы знаете. Смотрите. У нас не только филиалы есть. У нас 13 филиалов. У нас тут филиалы есть. У нас есть безрайонный центр. Безрайонный центр. Есть лекцию. Которые вместе с нами будем работать. У нас есть отдельный корпус. Который новым построен. Которая посвящена оказанию помощи. Специализированной помощи. Ну, 25 филиалов. Немного. Ну, то хлеб будет оборудован. Снащен. И имеются хорошие филиалователи. Которые могут оказать помощь. Если своевременно будем оказывать помощь. Будет отдача. А последующая. Оборудование очень дорогое. Это надо оправдать. Если мы оправдаем и испокажем. Финансовую структуру государства. Да. Это сохраняет жизнь в нашем каждом. То таких отделей будет очень много. Так как сейчас продолжается экстромедицина. Доказывают, что она необходима. Она нужна. Для своевременной помощи. Для больных. Экстромедицина. И сейчас в данный момент. Наши хирург работают вне мозга. Вне мозговой ткани. Хотя удаляют опухоли головного мозга. Или гематомы удаляют. Мозговые и субгематомы. Вне мозга. То есть мозг не задевает. Не разрезается мозг. Эсфотомия не производится. Раньше вот такие разрезы для мозгов. Сейчас даже нету родного мозга. Подходит интертрукулярно. То есть разрезается. И между полушариями и двигателями. Проходят гематомы. То есть, мы увидели дым и сруктуру вглуб. Сейчас сейчас вот такая вот. Посмотрите, пожалуйста. Мата, мама. Это говорит о том, что нейрон. Саша, которая, в нем, девушка маленькая котировка, не сказал большому нейрону, который подготовлен. И она нервов. Сейчас работает. Вот эту кнопку надо делать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...